Благоустройство, завершение мобилизации и реализация крупных социальных объектов в округе. Эти и другие вопросы обсудили на очередном заседании окружного совета депутатов. Продолжают у нас реализовываться новые крупные социальные объекты. С жителями Ново-Ивановского поселения мы заложили в капсулу восстановления нового детского сада на 300 воспитанников. И там уже ведется активная работа, готов и строительный городок, занимается котлованом. Все идет в рамках той дорожной карты и графика, который был предоставлен. Также на этапе подготовительных работ строительство школы на 1100 мест в Микровне Восточной в Звенигороде и школы на 550 мест в Немчиновке. Также на заседании рассмотрели вопрос о внесении изменений в положение о бюджетном процессе в Одинцовском округе. Связано с переводом с 1 января 2023 года бюджетных и автономных учреждений округа, которые в настоящее время обслуживаются в ОФК по Московской области на обслуживание в финансово-казначейское управление. Другие вопросы, которые были взяты во внимание депутатского корпуса, касались тем благоустройства территорий округа. Данные изменения у нас на сегодняшний день касаются просто основных понятий, где-то формулировок, которые нам необходимо внести в правила благоустройства Одинцовского городского округа и касаются приведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Еще одна важная тема – предоставление льгот гражданам, которые владеют и пользуются муниципальным жилищным фондом Одинцова. Принятие закона Московской области от 25 января 2019 года за номером 2.2019 дали закон об объединении территорий поселений Одинцовского муниципального района и территории городского округа Звенигород, вовлекло создание путем изменения состава территорий вновь образованного муниципального образования Одинцовский городской округ и утрату объединенного муниципальными поселениями статуса муниципальных образований. Повестка планового заседания оказалась обширной. Всего депутаты рассмотрели 14 вопросов. Большинством голосов они были приняты. Екатерина Крамор, Михаил Лакеев, телекомпания Одинцова. Спасибо. 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 Спасибо.